Всем привет! Сегодня 26 декабря. Я снова на велосипеде, у меня какие-то внеплановые выходные получились. И вот я снимаю красавца, скажем, прадеда моего Мерседеса. Когда-то именно вот эти вот могучие животные выполняли роль моего грузовика. Они таскали грузы, перемещали тяжелые телеги, тащили скарб, ввоз товары. Все это, ах, какой могучий конь. Обалдеть можно. Здоровый, прям как лошадь. Такая лошадь, это не дура, это на самом деле лошадь. Это обалденная лошадь. И вот вторая там стоит. Немножко они какие-то все в этом, как его, в грязюке. Видно, валялись тут в этих травах, или как это назвать. Вот. Ну, короче, не сильно чистенькие они. Но я хочу сказать, мой Мерседес недалеко ушел от этих коняшек. Он тоже очень давно не мылся. Да. О чем я, в общем-то, весьма сожалею. Но мыть его на паркингах может оказаться очень дорого. Там, пацаны говорят, до 500 евро став платили штраф. Вот. А на мойку нам не дают загонять машина. Поэтому ездим такие же чумазые, как эти коняшки. Но коняшки вызвали у меня жуткий восторг. Итак, еду я в сторону прекрасного города Долл. Чего я туда еду, а? Бог его знает. Просто есть возможность. Мне сказал диспетчер, что, скорее всего, меня будет грузить уже только завтра. Поэтому я нашел место. Прикнулся на парковочку. Поцеловал руль. И покатился на велосипеде. На улице погода замечательная. Каля 0, а то и минус 2. Показатели разнятся. У меня в телефоне одно, на бортовом датчике другое. О, есть прицеп. Потянусь за ним. Всем привет. Вот таким вот образом приходится ездить по холодной Франции. Сейчас порядка минус 2. И одеться практически как француз под бобруйском. Только теперь уже Беларусь под городом Долл. Вот под этим городом я нахожусь езжающее сюда. Но очки мне нужны не потому, что тут яркое солнце. А потому что холодно. При такой температуре порядка минус 2. Любой спуск горки превращается в слезное соболезнование по поводу утраты дорогого Леонида Ильича. Приезжаешь весь в соплях и слезах к концу горки. Потому что там холодный ветер выбивает слезу ничуть не хуже, чем горький лук. Ну вот, замечательный день. Единственное, что очень туманно. Очки потеют моментально. А без них, как я говорил, ехать практически невозможно. Но зато радует, что фактически от 10 километров до этого города я доехал на одном дыхании. Фактически получается, что я могу ехать быстро и долго на велосипеде. Это радует. На самом деле радует. Но пойду, попутешествую по этому замечательному городу. Раз получилась у меня такая коллизия, оказия. Ну и там, что интересного вижу, обязательно покажу. Всем пока. Ну и вот я уже в этом замечательном, прекрасном, маленьком городочке Дол. Бедоль. Или еще как-то. Так, я проеду. Спасибо. Недалеко от Бизансона. Вот указатель на Бизансон. Сегодня мой рабочий день был очень краток. Вот. Это, в общем-то, ну не то чтобы прям радует, но и не сильно огорчает. Работать в день по полтора часа. Мечта каждого европейца. Я уже почти что европеец, поэтому в принципе для нас это, для нас европейцев по полтора часа в день пахать, это может быть даже местами много. Еду я вот такой замечательный парк. Вот такие вот интересные клумбы в виде сфер. Но сейчас, понятное дело, цветов в клумбах нет, сорвали все на новогодний стол. Здесь, ну город, судя по всему, обладает какой-то очень серьезной историей. Хороший памятник тут, красивый, интересный скверик, красивая река. Ну и так ощущается древность какая-то в этом городишке. Куда-то я приехал, это вообще, по-моему, конечная остановка автобусов, обалдеть можно. Ну, в общем-то, пока интересно. Еду сейчас, осматриваю центр города. Сегодня долго кататься не буду. Так, километров 30 намотаю. Я думаю, этого будет достаточно. Ну вот, как-то так. Едем дальше. Ну и практически в каждом французском городишке, какой бы он ни был там маленький, местечковый, микроскопический, еще какая-нибудь. Всегда есть вот такая вот улица, где расположена куча магазинчиков, бутиков. То есть у них издревле изначально все дома строились с тем, чтобы на первом этаже располагалась какая-то лавка, либо какое-то предприятие маленькое, булочное, кафешка. И практически все дома на таких улочках решены именно в такой концепции. Первый этаж. Это какая-то коммерческая штука. А на втором этаже и третьем обитают уже жители. Вот французская почта. Так вот вылезает символ их. Гомеопатия. О, блин. Обалдеть. Так, а на мне ехать. Ух ты! Ох, ух ты! Вот так вот, как правило, попадаются мне внезапно и вдруг исключительно симпатичные французские достопримечательности. В частности, я набрел на местный костел. Это даже не костел, это, скорее всего, местный Ноттердам. Ноттердам. Вот он, местный Ноттердам. Города Доль. Дол. Ох ты! И тут еще и желтое колесо. Но вот пока еще не убрали все эти лавки. Пока они еще продолжались. Скорее всего, и Новый год они отметят здесь. Ну, а потом уже будут, конечно, разбираться и убираться. Наглые голуби даже не улетают. Ты подумай. Раскормили. Они разлететь не могут. Такие жирные. Сейчас я вот хочу развернуться и посмотреть на этот Ноттердам во всей красе. Ну, естественно, надо заскочить внутрь. Сравнить его с Парижским. Ныне сгоревшим. О, вот и есть кузай коника привязать. Все, пойду внутрь. Но вот все равно нет абсолютно одинаковых храмов. Каждый храм чем-то отличается от других. Здесь вот висят такие потрясающие картины. Размером в два человеческого роста, наверное. По обоим стенам. Орган такой резной. Обалденно красивый. Просто караул какой красавица. Класс. Волшебный. Орган просто волшебный. Понятное дело, что снизу эти картины не разглядишь. Но сам факт их присутствия интересен. Там еще какая-то выставка. Там люди что-то смотрят. Видимо, может быть, тоже какие-то картины интересные. Вот так. И, кстати, очень светло здесь. А, ну вот. Потому что нету мозаики в окнах. И получается, что за счет этого очень много света здесь. Ну, относительно, конечно. Относительно. Потрясающее место. Я все-таки восторгаюсь нашими предками и их возможностями строить такие красивые, великолепные сооружения. Это просто фантастика. Я сейчас помолчу, просто пройду тут человек, чтобы не мешать. Я сейчас помолчу, просто пройду тут человек, чтобы не мешать. А это, наверное... Это интересная штука. Это жизнь Христа. Вот вырезана из таких вот... Из дерева. И все жизнеописание Христа, я так понимаю. Обалдеть. Ну, я в религии не силен. Скорее всего, это какой-то из заветов. Здесь изображен в таких вот деревянных картинках. Ну, я так думаю. Потрясающе. Вот французы. Французы неутомимые. Воображение у них развито до чрезвычайности. Просто молодцы. Жаль, я не умею читать по-французски. Потрясающе. Я так понимаю. Продолжение следует... 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 Такая рычушка, рычеёчек, ну или ещё что-то подобное. Кабачки, ресторанчики. Ну, цены такие, нормальные, салатики от 5 до 15 евросов. Это что-то другое. Ну, в общем-то... Симпатичный город Доль. Симпатичнее. Идём дальше. Ну, я вот спустился с этого моста, где вот много ручейков и заток. И такой интересный нюанс выяснился. Вот это вот сам по себе получается старый мост. Вот он, древний, как этот город. То есть очень старый. И тогда, когда им перестали пользоваться, народ взял и поставил прямо, примассив непосредственно к мосту, дома. То есть вот арка моста, и вот тут залит фундамент и стоит дом. Прямо, прямо вот, вделанный в мост. Фантастический. Обалденно. Французов, земля дорогая. Ничего не это самое. Не проходит мимо. Всё используется. Они не отдают, скажем так, на самотёк, не пускают на самотёк, никакие свободные места. Даже если места эти прямо над водой или в воде. Потрясающе. Обалденно. Теперь фраза живут возле моста, обретают новый смысл. Эти люди живут прямо непосредственно на мосту. Меликолепно. Ну и вот ещё один пример жилища на мосту. Но это жилище было встроено в мост непосредственно в процессе строительства этого моста. Поэтому оно как бы весьма гармонично. Но дорога построенная Бог знает сколько лет назад. Сейчас активно используется. И как бы всё в порядке. Всё хорошо. А здесь вот этот вот красивый замок. Такой, я чувствую, что здесь было масса каких-то интересных исторических событий. Что-то я как-то не подготовился. Я посчитал городишко просто за штатом каким-то. Ну а тут так много всего интересного. Много всего выдающегося. Вот так вот. Едем дальше. Ну и вот сейчас обратил внимание, такая пришла в голову мысль, когда в детстве я читал какие-то европейские там боевички. Такая знаменитая фраза уйдём по крышам меня всегда вводило в недоумение. Думал, по каким крышам можно куда уйти, блин. Домов же есть расстояние. Мне никогда не приходило в голову, что может быть целый квартал или даже целая улица, целый район объединён объединён фактически под одной крышей. Ведь европейцы же строят дома вплотную друг к другу. То есть у них нет таких промежутков между, скажем, домами, чтобы там ездили машины, ходили люди. Они просто делают арки в домах. И всё. А так фактически едва ли не целая улица. И всё фактически под одной крышей. Ну и конечно же уйти по крышам вот здесь вот в этом квартале будет вполне реально взять и куда-то сбежать. И вот для меня неожиданно наступила разгадка. Как-то поздно. Но лучше поздно, чем никогда. Есть такое мнение. Ну вообще как бы интересный город. Очень интересный городишко. Я уже тут петляю круга кругами наезжаю. Он весьма небольшой. Поэтому уже некоторые места проезжаешь со знанием дела. А тут сейчас будет мэрия. вот это местная мэрия. Перед ней висят целая куча европейских флагов. Вот они гордятся тем, что они входят в состав Евросоюза. тут же библиотека. Короче все здание все в одном. Все в одном. Ладно, едем дальше. ну вот такая живописнейшая площадь этом замечательном старинном городке вообще потрясающе красиво. вот я не перестаю удивляться неутомимые французы. молодцы. Красота. Воображение чуваков работает. прикольно. Белые медведи иглу. О, тут памятник каким-то сросшимся трем подругам. Четырем. Да, видно у города богатая история. Очень много старых домов красивых дорогих каменных. фахитверха тут практически и нету. из камня, все дома каменные. Бутики работают. Очень интересный город. А вот это центральная елка, я так подозреваю. сколько вкусняшек. Не, мне надо проезжать мимо. Великолепно. Просто великолепно. прекрасный город, прекрасное место. Погода успокоилась, потеплела. Сейчас, наверное, градуса 3-4 тепла. Это уже не минус 2, это уже тепло. И очень красиво. домик. Даже я останавливаюсь, наверное, и ладно, проеду. Сколько этому дому лет? Очень, очень много. Такие интересные решения. Вход такой выполнен. с помощью балкончика вход в башню. ну, потому что, как я и говорил, первый этаж был отдан под коммерческие нужды. Поэтому вот, наверное, в таком доме мог жить Д'Артаньян. На первом этаже торговал своими шляпами Месье Боно, Боно-Сье. А сам Д'Артаньян жил, наверное, на втором или третьем. А может быть, и четвертом этаже. Так что, вот как-то так. Ну, вот сейчас обратил внимание, такая пришла в голову мысль, когда в детстве я читал какие-то европейские там боевички. Такая знаменитая фраза «Уйдем по крышам» меня всегда вводило в недоумение. Думал, по каким крышам можно куда уйти, блин? Это домов же есть расстояние. Мне никогда не приходило в голову, что может быть целый квартал или даже целая улица, целый район объединен фактически под одной крышей. Ведь европейцы же строят дома вплотную друг к другу. То есть, у них нет таких промежутков между, скажем, домами, чтобы там ездили машины, ходили люди. Они просто делают арки в домах. И все. А так фактически едва ли не целая улица. И все фактически под одной крышей. Ну и, конечно же, уйти по крышам вот здесь вот в этом квартале будет вполне реально взять и куда-то сбежать. вот для меня неожиданно наступила разгадка. Как-то поздно, но лучше поздно, чем никогда. Есть такое мнение. Ну вообще как бы интересный город. Очень интересный городишко. Я уже тут петляю круга кругами наезжаю. он весьма небольшой. Поэтому уже некоторые места проезжаешь со знанием дела. Вот тут сейчас будет мэрия. Вот это местная мэрия. Ну и перед ней висят целая куча европейских флагов. Вот они гордятся тем, что они входят в состав Евросоюза. Тут же библиотека. Короче, все здание, все в одном. все в одном. Ладно, едем дальше. Ну и конечно же отчет о городе Доля будет неполным без демонстрации его вокзала. Я опять нашел вокзал. такое вот симпатичненькое сооружение 19 века 1854 год написан на его фасаде. Здесь вот заброшенные пакгаузы, велосипедная парковка. Ну и привокзальная елочка. А тут вот подростки всеми силами пытаются переломать себе ноги. в общем-то я подобную деятельность одобряю. Не ломание ног, занятие прыганием. Это лучше, чем занятие лежанием или брожением на компьютерах почему-нибудь там. Брюжу, да? Ладно, не буду. Симпатичный вокзал, классный город, замечательная Франция. Красивая страна. Наш бронепоезд стоит на запасном пути, но французский бронекран тоже замер в ожидании внезапного чего-нибудь. Я испытываю непреодолимую тягу и трепет при виде вот таких вот невероятных чугунных механических паровых чудовищ. но понятное дело, что собственной паровой машины этот кран как бы не имел. Он приводился от этого шкива к паровой машине ну и поднимал, опускал 10 тонн. Да, вот такое чудище всего лишь рассчитано на 10 тонн. Это великолепно и потрясающе сделано это чудовище скорее всего в конце 19 века. Я думаю он образовался здесь вместе с вокзалом. Вот там вот вокзал, эти пакгаузы и вот здесь вот сейчас на уже почти разрушенном фундаменте стоит это чудо. Это великолепное чудо. Пришелец из прошлого. Память нашим прапрадедом, пращурам. Это не меньше история, чем дворцы, мосты и сооружения. Это такая же это история инженерии, история строения, машиностроения. У меня немножко замерзло лицо, поэтому моя речь может быть местами неразборчива, а мысли путаны, но мысли не отморозы, они сами по себе запутались когда-то давно и больше не распутываются, как бы я не пробовал. Поэтому я сразу прошу прощения за все свои грехи и оплошности, ошибки, очипятки, я не редактирую свои видосы, а выкладываю их, как чукча. О чем слышу, то пою. Что есть, то есть. Пусть причесывают другие. Нам это ни к чему. У нас назван назван его еще есть. Я уже приезжал в какой-то город, в котором Пастера было много памятников. Он, по-моему, там трудился, работал, ну, а в городе Доля Пастер родился. Ну, что же, это внушительный факт. Да-да-да. Это так достаточно серьезно. Наверное. Красивый такой многоуровневый город. Уровни, я подразумеваю, такой холмистый получается. И друг на другом улочки, там проезды, проходы, холмы, пригорки. Красота. Симпатичный город Доль. Доля. Ну, я, в принципе, уже его осмотрел. И поеду, наверное, я в сторону своего автосика. Достаточно я уже покатался, посмотрел и, в общем-то, насладился. Так что, как-то так. Всем пока. у европейцев особое отношение к холоду, к стилю одежды, ну, и вообще всевозможным формальностям. Я вот сейчас следую за чуваком на улице порядка 3-4 градусов. Слава Богу, тепла. И этого чувака я уже встречаю сегодня третий раз. Два раза в центре, я просто не успел достать телефон, он скрылся куда-то. Он такой укрывчатый чувак. И вот сейчас и вот он все это ел закатаясь на велике, как луковица одетая там в 16 одежек. А он в это время по центру города шарится в шортах и наслаждается. С чем это связано, Бог его знает. Ну, я слышал, что, например, англичане у них вообще считается нормальная хорошая температура внутри помещения плюс 15. И у них абсолютно своеобразное собственное отношение к холоду. Они могут шортах гулять по снегу, и это нормально будет. У французов я такого не очень замечал, но были, были вот такие персонажи. Видел я таких и в Лионе, и еще где-то, я не помню, я снимал тоже чуваков в шортах под Новый год. Ну, и вот и здесь. Вот он спокойно ходит, не вызывает ни истерик, ни криков, ни вопли, но идет себе чувак, ну и ладно. Ну, приведи его, я шазяп. Ну, вот такая штука.